Всем здравствуйте! Сегодня у нас новое путешествие, новое приключение. Мы идем в Вингфорс Арборейтум, который принадлежит Национальному Трасту. Это очень интересное место с прекрасной историей, которую я вам расскажу. Мы сегодня узнаем много нового и интересного, а также я вкратце расскажу новости, которые произошли в Англии за последнее время. Я просто хотела показать и рассказать, вот эту всю красоту создал даже не профессионал, а просто человек-энтузиаст. Товарищ по фамилии Фокс, что означает лиса, та, которая лиса, и потом подарил народ. Благодарный же народ поставил мемориальную табличку посреди всей этой красоты и сваял скамеечку, на которой я сижу и на которой изображены лисички. И все это сделано очень экологично, из деревьев, которые росли в этом же лесу. Гуляя по аллее, мы увидели работника Дендрариума, которая ела лепестки магнолий с деревьев. И когда мы проходили мимо... Нам тоже предложили, попробовать. Я не знаю, я могу чувствовать кардамон. Рассказываю, лепестки магнолий оказываются съедобны, я этого не знала. Вкус у них как имбирь и немножко отдает кардамонам. И оказывается, в Америке их собирают и делают из них сироп. Но я к сиропам не очень отношусь, а вот для свежего салата это была бы очень интересная добавка. Обязательно попробую. Перед нами огромная магнолия с розовыми цветами, но туда нас просили не ходить, потому что уже скоро зацветут колокольчики, и они очень не любят, когда по ним ходят. Здесь растет много уникальных деревьев. Вилфред Фокс купил этот участок в 1937 году, когда узнал, что продается участок леса около озера. По специальности он был врачом, и у него был бизнес клиника в Лондоне. Но он очень любил деревья и хотел с ними поэкспериментировать. Его идея заключалась в следующем. Он хотел посадить много деревьев, которые, особенно осенью, имеют очень яркую окраску. И надо сказать, что идея реализовалась на все 200%. Он, конечно, красив в любое время года, но осенью здесь такие виды. Умереть, но посмотреть. Вот такие прекрасные здесь скамейки. Всякие разные. Их будет еще несколько. Я все сфотографирую и покажу вам. И делаются они из тех деревьев, которые, в общем-то, были срублены здесь. И вот такие виды открываются с этих скамеек. Вообще, сегодня, после вчерашних 20 с лишним градусов, очень прохладно. Этот парк находится в очень интересном месте, в смысле топографии. Он находится на холме, и очень крутой спуск. Так, вниз и внизу находится озеро. И вокруг озера тоже достаточно большая территория, где есть луг и лес, и тропинки, по которым можно гулять. В общем, очень интересное место для прогулок семейных. Очень вам рекомендую. Это Азолея Вог, то есть тропинка Азолей. Она, конечно, прекрасна, когда она цветет. Сейчас еще не цветет. Но интересно то об этом месте, что вообще Фокс, создатель этого места, делал все сам и с помощью своей семьи. У него не было возможности нанимать людей. То есть вот это вот все сделано его руками, руками его семьи и его друзей. И особенно эта вот лестница, а прикиньте, сделать все вот эти ступеньки, все посадки, сколько нужно сил. Потому что это было сделано именно во время войны. Во время войны он должен был закрыть свою клинику в Лондоне. И его команда переехала к нему сюда. И они просто помогали ему с посадками. И, в общем-то, вот что получилось, то получилось. А получилось потрясающе красиво. Так вот вы спускаетесь. Опаньки. И вот тут такое красивое озеро. Такой романтический сарайчик. В самом сарае, конечно, сейчас в связи с короной, которая уже всем поднадоела, он закрыт. Там такой мини-музейчик. Там стенды, фотографии, объясняется история. И дальше там можно пройти. Вторая часть там как балкончик с видом на озеро. Там стоят кресла. И там можно просто сесть, посидеть и полюбоваться видами. Причем он под крышей, так комфортный. Даже если дождик идет, там можно спрятаться. И он такой вот двухэтажный. Этот сарайчик. А на первом этаже, вот видите, тут такая секретная дверка. И не сразу не увидишь. Вот там находятся лодки, которые, в общем-то, можно взять и покататься по этому озеру. Обратите внимание, как сделан сарай. То есть он сделан тоже из местного дерева. Причем очень так интересно. Просто распиленные на крупные куски. И, в общем, полный натурпродукт. Ну и вот такая вот идиллия здесь. Только птички и мы. Ну вот, а так как площадка смотровая закрыта в этом сарайчике, вот тут это уже новые скальники. Их не так давно поставили. Это тоже, чтобы люди могли любоваться вот этими прекрасными видами. Еще хотела сказать, что вот здесь вы видите листья дуба на скамейках. Вообще дубовые листья и желуди – это символ национального траста. Так что, когда вы видите значок на дороге, если вы путешествуете по Англии, коричневый, с листиками и желудями – это, значит, какой-то объект национального траста. И, конечно, уже все устали от этой ситуации несвободы. Но, с другой стороны, если бы не корона, мы бы, наверное, так не научились ценить природу и ценить то, что мы можем иметь реально за бесплатное, но это дороже всего на свете. Не помню, какой мудрец сказал, что самые ценные в жизни вещи – бесплатные. Ну и вот на таком красивом фоне немножко хороших новостей не помешает. А хорошие новости заключаются в том, что наш дорогой товарищ Борис объявил, что с понедельника у нас открывается практически все. В спортзале открываются парикмахерские маникюры, патикюры, открываются магазины. Также открываются английские пабы, и глава правительства сам обещал лично посетить их. Я думаю, что он еще посетит парикмахерскую. Это тоже очень важно. У меня через две недели день рождения, и в подарок я себе сняла квартиру, и мы едем в путешествие. Вы можете себе представить, что вот все это было создано с подачей одного только человека. Это был его чистой воды энтузиазм. То есть это не была его работа. Это вот просто было его желание создать что-то прекрасное и покреативить, поэкспериментировать с посадками. Идея была, когда он купил эту землю, создать такие посадки, которые будут максимально показывать красоту деревьев в разные сезоны. И особенно в осенний. Он был большим фанатом семейства, к которому относятся рябина, сорбус. И он посадил больше 150 различных видов сорбусов. И какие там расцветки и ягоды, естественно, каждый из вас знает. Поэтому можете представить, какая здесь красота осенью. Ну и еще тут полно ликвидамберов, липы. В общем, деревья, которые очень ярко меняют окрашку листвы осенью. Я вам приложила осенние фотографии. Я надеюсь, что вы их оценили. И я надеюсь, что вы их оценили. Мы идем сейчас по очень необычному мосту. Что в нем необычного? Это материал, который здесь был использован. Он выглядит как дерево. Это мост очень старый. И это одно из первых применений переработанной пластмассы и дерева. Вот такой материал получили. Он очень стойкий, очень хороший в эксплуатации. Его сделали довольно давно. И вот до сих пор он как новенький. И для природы хорошо переработанный материал использован. И в эксплуатации очень-очень удобен. Конечно, нужно осознавать, что и мы часть природы. Мы пришли в этот мир. Мы уйдем из этого мира. Очень грустная сейчас у нас новость. Скончался принц Филипп. Но человек прожил очень интересную, насыщенную жизнь. Человек был неординарный. Я постараюсь сделать видео о нем. Пусть земля ему будет пухом, но 99,5 лет это очень достойный возраст. Принц или ты обычный человек, это все равно достойно. Просто вот жизнь длиной 99 лет это уже огромное-огромное достижение. Ну а мы вернемся в Арборейтум и поговорим о дизайне. Когда говорят о дизайне, это значит, нужно думать обо всем. И о мелочах также. Если вы ставите скамейку, вот как эта, то не где-то вдоль забора, а именно там, где будет лучший вид с этой скамейки. В принципе, можно отталкиваться и от обратного. Потому что, естественно, мало у кого есть вот такие живописные сады и участки. Поэтому можно поставить скамейку, а перед ней создать что-то прекрасное. То есть прекрасную композицию из горшков, прекрасную клумбу, посадить элегантное дерево. Вот так создается дизайн на любом уровне. Безусловно, природа лучший дизайнер. Ну и мы тоже кое-что можем. Мы это люди. Вот здесь все выглядит, как будто оно само собой выросло. Нет, ребята, это все посажено, все аккуратно спланировано. И в результате мы получаем вот такую вот красоту. Кстати, вот уже на склонах, где теплее, начинают цвести колокольчики. А вот так это будет выглядеть, когда все кругом зацветет. Вот скамейка в другом месте. И вот такой вид открывается. Мы собираемся ехать домой, потому что уже ланчтайм. А англичане, наоборот, только выезжают на природу. Берут с собой кресла, столы, бутерброды. Тараны закрыты еще. Они вот так вот проводят свое время. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, весеннего настроения, здоровья. Всем пока-пока. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки, если понравилось. И подписывайтесь на канал, если не подписались. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok